Война Война Борис Блинов Стоит отметить, что Борис Блинов снимался в этом фильме, будучи больным, и через несколько дней после премьеры умер от Тифа. Валентина Серова Советская артистка театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Лев Свердин Андрей Апсалон Именно Андрей Апсалон написал песню «Ты крылатая песня, лети с ветром буйным в родные края», которую в этом фильме исполнили Валентина Серова и Борис Блинов. «Ты крылатая песня, слетай, с ветром буйным в родные края». «Ждет ли парня, как прежде узнать, дорогая подруга моя». Константина Симонова, знаменитого советского писателя-сценариста этой картины, не интересуют бои. Героизм и его персонажи направлены на людей, а не на абстрактные идеи. Война задает общий фон, в котором реакция на поступки людей происходит гораздо быстрее и откровений. Иными словами, законы военного времени распространяются и на сферу чувств. «Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают». Фильм «Два бойца» снят режиссером Леонидом Луковым в 1943 году по мотивам повести Льва Славина «Мои земляки». Повесть рассказывает о нерушимой фронтовой дружбе Аркадия Дзюбина, неунывающего Лехова, парня из Одессы и Саше Свинцова по прозвищу Саша Суралмаша. Фильм создан в условиях эвакуации во время Великой Отечественной войны в 1943 году. В ролях «Марк Бернес», советский актер кино и дубляжа, эстрадный певец. Борис Андреев, советский актер театра и кино. Песни «Темная ночь» и «Шаланды, полные кефали», музыка Никиты Богословского, стихи Владимира Агатова, исполненные в фильме Марком Бернесом, приобрели широкую популярность. Когда ситуация кажется безвыходной и появляется такое чувство, что весь мир обернулся против тебя, человеку необходима надежда. Нечто светлое, яркое и жизнеутверждающее. Нечто такое, что поможет вспомнить о самых ярких, самых счастливых моментах в жизни и не сломаться. А чем вторая мировая, не то самое темное и мрачное время? Время, что пыталось отобрать у людей все самое светлое, что у них было. И это понимали все. Это понимали как высокопоставленные офицеры, так и солдаты, сидящие в окопах из любови, перечитывающие письма из дома. Это понимали девушки и женщины, что днями работали на заводах и в пабриках, а вечерами возносили молитвы, которые сводились к тому, только бы любимый муж, сын или друг детства вернулся бы с войны живым и здоровым. Только бы вернулся. И это понимали кинематографисты, которые решили снять военный фильм. Но не столько о самой войне, сколько о дружбе, преданности и любви, что разворачивалось в это непростое время. О чувствах чистых, честных и настоящих. И благодаря этому обстоятельству два бойца оставили притчи и заложили основу для многих военных фильмов, что будут сняты в ближайшем будущем. Советский мюзикл «В шесть часов вечера после войны» был снят в памятный год для СССР, когда вся страна и весь мир праздновали великую победу над фашистской Германией. В то время экраны кинотеатров заполонили военно-патриотические фильмы, среди которых эта лента стоит особняком. Это музыкально-поэтическая военная мелодрама Ивана Пырьева о долгожданной встрече, об отложенном на годы войны свидании. Отличившиеся в бою артиллеристы Василий Кудряшов и Павел Демидов получают особенную посылку. Целый ящик мирного счастья отправили для героев ребята из московского детского сада. Малыши просят убивать поскорее всех фашистов и зовут бойцов в гости. Получив отпуск, друзья отправляются в Москву, находят детский сад, из которого получили посылку, и знакомятся с воспитательницей ребят, тетей Варей, Варей Панковой. Вася и Варя влюбляются друг в друга с первого взгляда и клянутся во что бы то ни стало встретиться вновь, но уже после войны, на Каменном мосту в Москве. Пять долгих и невыносимо тяжелых лет артиллерист Вася Кудряшов и зенитчица Варя Панкова ждали этой встречи. Верили в нее даже тогда, когда смерть подходила слишком близко. И эта вера помогла им выжить. Судьба вознаградила молодых людей за силу, мужество и терпение. Удивительно, что создатели с абсолютной точностью предсказали конец войны в мае. Режиссер картины Иван Пырьев взял за основу сценарий Виктора Гусева, а главные роли исполнили Марина Ладынина и Евгений Самойлов. В фильме исполняли следующие песни. «Марш от террористов», «Песни защитников Москвы». «Марш от террористов» Советский военный фильм «Нашествие» был снят в 1944 году. Одноименная пьеса Леонида Леонова, положенная в основу сценария, была написана в самом начале войны, в трагический период стремительного захвата фашистскими войсками советских территорий. Потрясение двух фотографий, расстрелянной маленькой девочке и мертвой Зуи Космодемьянской, заставило Леонова написать гневное произведение, проникнутое справедливой злостью и верой в победу над фашизмом. Фильм был снят еще до того заветного дня, когда нацистскими войсками была одержана окончательная победа. Он преисполнен патриотического пафоса и гнева, направленного против немецких захватчиков. Сюжет нашествия при всем этом довольно необычен. Главный герой в 1941 году, уже после начала Великой Отечественной войны, выходит из тюрьмы. Положение делово весьма удручающее. Родной город оккупирован фашистскими войсками, а родная семья, оставшаяся в живых, не хочет знать и не принимает. Кажется, что единственный оставшийся путь для Федора Таланова – это путь на фронт, на борьбу с войсками, захватившими его родной край. Отстоять свое честное имя Таланову предстоит ценой собственной жизни. Жизнёром картины был Абрам Роум. Сценаристом выступил Борис Чирсков, взяв за основу повесть Леонида Леонова. Главные роли исполнили Владимир Гремин, Ольга Жизнёва, Олег Жаков и Людмила Глазова. Фильм «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна состоит из двух серий. Первая вышла на экраны в 1945 году, вторая – в 1958. Также планировался выход третьей серии, но она осталась незаконченной. Фильм «Чёрно-белый». Идею о необходимости создания фильма о первом русском царе высказал сам Иосиф Сталин. Сценарий, написанный Эйзенштейном, утверждал тоже он. Съёмки происходили в Алма-Ате во время войны. Большинство актёров были голодными, поэтому еду, которую нужно было снимать, обливали керосином, чтобы её никто не съел. Это фильм о человеке, который в шестнадцатом столетии впервые объединил нашу страну и из отдельных, разобщённых из своих корыстных княжеств создал единое мощное государство. О государе, впервые возложивший на себя венец царя всея Руси, об одной из самых сложных, мощных и противоречивых личностей. О царе Иоанне Васильевича, вошедшем в историю под именем Грозный. В ролях Николай Черкасов, Михаил Жаров, Михаил Кузнецов, Андрей Абрикосов и другие. Музыкой занимался композитор Сергей Прокофьев. Первую серию посмотрел почти миллион зрителей. Вторая оказалась под запретом и вышла в свет лишь 13 лет спустя. Причины этому считают недовольство Сталина, которого Иване Грозном увидел себя. Третья серия была прекращена по причине смерти Эйзенштейна. Остались только наброски. Небесный тихоход. Советский художественный фильм, снятый в 1945 году режиссёром Семёном Тимошенко. Фильм повествует о трёх друзьях-лётчиках, которые поклялись до конца войны не влюбляться. Однако одному из них по состоянию здоровья запрещено летать на скоростных самолётах. И он вынужден продолжить службу на лёгких самолётах У-2. Столкнувшись благодаря этому с лётчицами женской эскадрильи, друзья один за другим нарушают свою клятву. Зрители восторженно приняли комедию, а вот критики встретили фильм неодобрительно. В 1970 году на лент-фильме картина была восстановлена, отреставрированы изображения и переозвучены большинство эпизодов. При этом были удалены и сокращены некоторые сцены, из-за чего фильм стал на 10 минут короче. Кроме того, героиня неподражаемой Фаины Раневской, профессора медицины, была озвучена другой актрисой. В 2011 году на DVD была выпущена оригинальная версия ленты, прошедшая полную цифровую реставрацию. А 6 мая 2012 года на Первом канале была представлена цветная версия картины, в которую были вновь включены удалённые фрагменты с оригинальными голосами всех актёров. Чтоб с тоскою пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд, Мы решили, друзья, не влюбляться, даже в самых красивых девчатках. Потому, потому что мы пилоты, небо наш, небо наш родимый дом, Первым делом, первым делом самолёты, ну, а девушки? А девушки потом! Первым делом, первым делом самолёты, ну, а девушки? А девушки потом! Сердца четырёх. Художественный фильм «Комедия» снят на киностудии «Мостфильм» в 1941 году режиссёром Константином Юдиным. Монтаж картины был завершён буквально накануне начала Великой Отечественной войны. События происходят в летней предвоенной Москве и Загородном. Выход столь легкомысленной ленты, в которой командир Красной Армии был водевильным персонажем в тяжелейшее для страны время, сочли неуместным, и картины выпустили в прокат лишь 28 декабря 1944 года, когда разгром нацистов был уже лишь делом времени. В 1945 году фильм вышел на экран и сразу же завоевал любовь зрителей, вызвав у них ностальгию по довоенному времени. В год выхода лента заняла пятое место в списке лидеров проката. После смерти Сталина в рамках борьбы с культом личности из картины были изъяты части эпизодов, в которых на заднем плане присутствовал великий вождь в виде портрета и статуи. При восстановлении фильма в 1988 году все ранее изъятые моменты были возвращены в картину, но с переозвученной фонограммой. По телевидению в настоящее время показывают оба варианта. Автор сценария Алексей Файко и Анатолий Гранберг. В главных ролях Валентина Серова, Евгений Самойлов, Людмила Целковская и другие известные актеры. Кинокомпания «Мосфильм», длительность картины 94 минуты. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вся жизнь потекла по весенним законам. Теперь от любви не уйти никуда, не уйти никуда. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...